Меня зовут Надя, это мое первое видео на ютубе, и надеюсь не последнее. И сегодня я расскажу о том, как выглядит обычный день студента на Foundation Kings College. Помню, тут я просидела. Нет? Ну позже. Я даже не хочу комментировать. Сегодня я расскажу именно про дорогу в колледж, как там все выглядит внутри, некоторые детали с урока, каково это чувствовать себя студентом в колледже Лондона. Ну что, поехали. Я живу в общежитии, где 40 этажей. Мне нужно было пользоваться лифтом, но я очень везучая. В этом году взяла себе комнату на втором этаже. Всегда я просто иду по лестнице. Я живу прямо рядом с железной дорогой, с автобусами и рядом с DLR. Это такое, будто наземное метро-поезд и так далее. И, наверное, сегодня я поеду на нем. Обычно, я когда очень опаздываю в колледж, а то есть всегда, я беру поезд и еду на нем в колледж. Где-то полчаса это занимает. Если у меня есть куча времени, то я еду на DLR. Это DLR. Кстати, они работают без водителей абсолютно. А это штучки, где нужно оплачивать за проезд. Все на совесть, потому что можно подойти, а можно не подойти. Но лучше не рисковать. Едем до конечной. Это мое любимое место. Нужно сесть и будто на американских горках едет. Погода в Лондоне меняется с такой скоростью, что я могу выйти в пальто, а потом захотеть и идти тут в купальнике. Вы спросите, не стесняюсь ли я снимать тут видео, но, как вы слышите, тут все всегда разговаривают. И это тут абсолютно нормально, никто не стесняется. Поэтому и мне не стесняется. Моя самая любимая станция. Моя самая любимая станция. Моя самая любимая станция. Так, мы уже подъезжаем. И сейчас мне нужно будет перейти с этого типа поезда на метро. И для этого там прям целый лабиринт надо пройти по земле. Так что сейчас будем вместе идти. Все очень легко. Вот мне, например, нужно на центре онлайн. Я просто должна смотреть постоянно на красную линию. Везде, где вижу красную линию, туда и иду. Тут потеряться вообще невозможно. И через пять минут после этой фразы я потерялась. Типичная я. Снова смотрим на центре онлайн. Поднимаемся на эскалаторе. Кстати, начала читать и мне уже очень нравится. Потому что помогает избегать ошибок, которые все делают. И я такое обожаю. Один эскалатор, снова вот второй. И я сразу могу видеть, куда едет мой поезд и через сколько он будет. Вообще, знаете, это довольно странное чувство. Говорить вот так при всех, когда все на тебя смотрят. Но я рада, что меня почти никто не понимает. И я вообще вот так прямо иду и снимаю. Первый раз в жизни. И я вообще не знаю, откуда я беру всю эту смелость. Теперь у нас немножко неприятная часть. Нам нужно пройти очень много лестниц. Спускаемся вниз. Честно, у меня реально иногда ощущение, что Лондон под землей еще более запутанный, чем снаружи. Знаете, какой единственный способ тут потеряться? Это идти по правильным указателям, но мне это не нужно на эту линию метро. Зачем я туда шла? Короче, все отменяется. Мне нужно было на прямую круговую линию, а не на центральную. Просто забыла, потому что всегда езжу на поезде, а не на метро. Знаете, почему я смеюсь? Пусть первое время, когда я сюда приехала, я постоянно что-то путала. Постоянно не на те автобуса садилась. Не в ту сторону, не на тот поезд. А сейчас такое происходит крайне редко, но так как я и говорю, я первый раз снимаю вот так видео, то я думаю немного не о дороге. У нас всегда, мы когда выходим, у нас всегда есть две платформы. В одну сторону и в другую сторону. Главное не перепутать и не уехать в другую. Наш колледж находится на станции Temple, вот этой. И сейчас мы туда и поедем. Вот так выглядит остановка. А вот и наш поезд. Вовремя. Интересно то, что мне не нужно заново платить за выход из DLR и за вход в метро, потому что когда я выйду из метро, я просто там тапну, и оно посчитает мне дорогу и на DLR, и на метро. Так, наконец-то я доехала, и сейчас мне осталось дойти пешком до колледжа. Это буквально занимает 7 минут от метро. Я очень надеюсь, что меня впустят, и я не зря приехала. И вот здесь я должна приложить телефон, наплатить картой, и она мне посчитает конец поездки. Да, не рассчитывала я, что буду снимать в дождь, что я могу выйти в пальто, а потом заходить и идти тут в купальники. Дорога к колледжу, кстати, всегда очень красивая, потому что колледж находится прямо в центре. Кстати, здесь всегда на светофоре есть такие штучки, на которые нужно нажать и дождаться светофора. Но здесь его нет, поэтому мы просто идем. Еще тут всегда стоят такие велосипеды, которые можно взять на прокат. Первые 30 минут бесплатно, а потом 2 фунта каждый 30 минут. Погода живой до сих пор не каталась ни разу. Вы знаете, это вообще такое странное чувство, когда ты идешь, будто бы на обычный урок, будто как всегда, будто сейчас зайдешь, еще будет лекция, но больше не будет. Я сейчас вообще жду результаты своих экзаменов, чтобы понять, останусь ли я в Кингсе на следующий год или нет. А это уже наш колледж. У нас тут с двух сторон. Там Буш, а там Стрэнд Кампус. Два друг напротив друга. Тут еще есть такая колокольня, которую я просто ненавидела, потому что если она звонила, это значило, что я опоздала уже на пару. По поводу опозданий, можно на фаундейшн опаздывать на 15 минут. Если опоздаешь на больше, просто отметят, будто тебя и не было. Кстати, частая ситуация. Тут вообще на светофоры почти не смотрят. Просто так ходят. Вот красные люди идут, потому что всем все равно. Будем завидовать людям зонтиками. И не думайте, кстати, что Лондон — это обязательно дожди. Я даже не хочу комментировать эту ситуацию. Тут вообще погода действительно намного лучше, чем у меня в Украине. Не дошло. Летом не прямо жарко, а вот как раз, чтобы носить классные вещи. Что весной, если тут даже бывают дожди, вот как сейчас, то они проходят на полдня, потом снова появляются, потом снова проходят. То есть тут нет такого, что тут неделю стабильно идет дождь. Вообще никогда такого не бывает. Это и есть два кампуса Кингса. Вот это называется Стрэнд. Он более старый. У меня дела сейчас в Бушах. Это кампус напротив. Тут у нас столовая от Кингса. Но я ее не очень люблю, потому что тут все на тебя смотрят. Самый главный вход для всех учеников фаундейшн программы. Всегда при входе нам нужна вот такая вот карточка. Входим. Так, дверь открывается. Четыре лифта. И хотя их четыре, тут всегда не хватало места. Всегда надо было ждать и приходить заранее. Вот приехал мой лифт. Кстати, хорошо, что сейчас нет пар, потому что я могу снимать и быть одна, и никто не будет мне мешать. Так, расскажу про самый главный этаж для Кингс Фаундейшн. Это пятый. Тут у нас находятся почти все наши классы. Все тоже при помощи. Тут даже написано Кингс Фаундейшн, потому что он посвящен именно нам. Учебная зона. Вот тут всегда мы сидели, разговаривали с учениками. А тут кухня даже есть. И если кто-то голодный, то можно погреть еду. Или даже, прикиньте, эта штука, это, короче, воду наливают. По-моему, я сейчас налью воду. А да как это выключить? Нет! О, боже! Так, и все, меня здесь не было. В каждый класс тоже, чтобы зайти, нужно сделать вот так. И очень красиво. Правда, мне прям очень нравится. Честно говоря, грустно тут находиться, потому что понимаю, что больше никогда я сюда не попаду, потому что это именно отдел для фаундейшн. Вот это класс! У меня тут был английский, который я просто ненавидела, потому что учитель был, мягко говоря, не очень. Тут у меня был бизнес и общество. Был мой самый любимый учитель. Мы прям очень круто проводили время. Мы с учениками общались. Я решила зайти в женский туалет, показать тоже, как тут все. В каждом колледже Лондона есть вот такой туалет, инвалидный. И это просто для нас, это комната для посиделок. Мы тут всегда выходили на перемене, что-то сидели, я сидела на этом периле, кто-то на унитазе, и так могли минут 10 урока пропускать. Мы сюда вообще, в эти все кабинеты, приходим только, чтобы обсудить то, что мы уже выучили, с другими учениками. Плюс на каждом предмете у нас разные ученики, то есть у нас нет группки, которая ходит постоянно везде. А именно материал весь мы усваиваем самостоятельно. У нас вообще обучение делится на три этапа. Первый — это онлайн записанные уроки, которые мы должны сами выучить. Второе — это вот такие вот семинары, на которых мы приходим и обговариваем то, что мы выучили. А третье — это лекции. Лекции — это где весь поток собирается в огромной аудитории и слушает учителя, закрепляем тоже материал. У нас все лекции, они находятся в Стрэнде. Это второй кампус, который старый. И я покажу вам, как они выглядят. Я просто умоляю, запомните, как выглядит круто этот кампус и посмотрите, как выглядит второй, потому что это просто небо и земля. Я закончила свои дела и сейчас покажу вам место, где я проводила, когда училась тут все свое время, если у меня вдруг была утром одна пара и вечером лекция, допустим. Здесь мы иногда с друзьями сидели и перед парой что-то повторяли. На лавочках тут мы когда-то, если групповой у нас был проект, обсуждали и работали. Есть именно кухня. Так вот она выглядит. И тут просто ученики сидят, кушают и там готовят еду. Там ела один раз, и мне не очень нравилось. Все там уютно, я тут всегда училась тоже. Получилась большая часть времени. Это было именно кафе. Можно ничего даже не заказывать, а просто сидеть, учиться и работать. Оно называется The Boat и самое классное, я думаю, вы видите, тут можно выпить. Иногда тут проходят вечеринки. Сейчас покажу вам второй кампус, который называется Strand, который старее, который мне не очень нравится и в котором лекции проходят. Нужно выйти из здания, обойти эти все баррикады и дойти до здания напротив. И вот так он выглядит. Думаю, вы уже видите немножко разницу. Я сюда поступлю на следующий год. Я очень переживаю, что у меня все пары будут именно в этом здании, потому что она мне не очень нравится. И я была бы очень рада, если бы у меня, как и в этом году, почти все осталось в буш. И лекции таки быть я перетерплю. Здесь мы находимся. Прямо вот тут у нас Лондонай, Биг Бен. Вот как все выглядит внутри. Иногда у меня ощущение, что я где-то в украинской могилянке. Кто не знает, это наш университет. Все деревянное какое-то. А это зона тут самая красивая. И всегда, кстати, на трейлерах про Кингс показывают именно ее. Но вот всего остального избегаю. Хочу показать вам правду, такую, как она есть. Это у нас вход на лекции. Я не знаю, есть ли там сейчас лекция. Я проверять буду на свой страх и риск. А тут никого нет, так что я могу снять. Вот так выглядит зал с лекцией. Я думаю, как и в любом университете. И тут у нас какая-то презентация на доске. И самое классное, что все лекции здесь снимаются, и мы их всегда можем посмотреть онлайн. Приходить на лекции вообще не обязательно. Никто не отмечает, если вам уже есть 18. Единственная проблема — это спикеры, которые очень часто отходят от микрофона. Это просто катастрофа. Если он начинает ходить вот так, а микрофон стоит в одной точке, то все, просто его вообще не слышно. Забила и начала приходить вживую, потому что так как-то и усваивается, что ли, лучше. У меня мало времени, но у меня есть возможность показать вам, как обычно, и каждый день я езжу в колледж. Это гораздо менее муторно. Я просто сажусь на скоростной поезд. И, в принципе, действительно, я каждый день езжу на поездах. У меня Лондон убил просто романтику поездов. Все обвесили флагами. Честно говоря, я не знаю, почему именно когда мне надо 15 минут идти к поезду, начался такой мразотный дождь, что он вроде и не льет, но по лицу дает нормально. Прямой пример того, как при красном светофоре люди все равно идут, как обычно. Мне искренне жаль, что я показываю вам Лондон в такую погоду ужасную. Это здесь очень красивая дорога именно к поезду. Солнце меняет все. Солнцем, конечно, все гораздо лучше. Я, кстати, веду инстаграм второй год уже и оставлю ссылку на него. И вчера выставила первый пост на английском. Теперь еще и английский веду. Ой, какая погода охуенная! Промокла просто насквозь. Я даже не хочу комментировать эту ситуацию. Так, не хочу. Подъясните, почему на сегодня такая классная погода? В общем, последнее, что я сниму, как я каждый день тут добираюсь на поезде, как это все работает. Наверное, все, потому что погода не очень. Пришли на ЖД-станцию. Здесь есть несколько входов. Всегда, когда я подхожу, тоже есть, как и в метро, табло, которое мне сразу показывает, успеваю ли я на свой поезд. Не дошло. Мои чапкающие ноги. Очень рады, что они пришли. Так выглядит у нас... Ой. Да. Отлично. Тут всегда есть тикет-машин. Мы можем купить билет самостоятельно. Иногда скидка есть здесь, иногда нет. Мне, например, нужно в любви, чтобы вот есть трейл-карта. Это скидочная карта. Вот такая. Жена-совесть. Я могу ее добавить, но у меня ее может не быть. Я просто нажимаю оплатить. Те билетик. Три фунта он стоит с моей скидкой. Да. Потом я иду, смотрю на все эти платформы и ищу именно свой поезд. Мой поезд это в Декфорд. Но видите, тут их два. Это специально, чтобы меня запутать. Я так уже кучу раз уезжала не туда. Мне надо, где есть в Дувишем. В Дувишем. Мы просто смотрим. Платформа 1. Платформа 1. И как раз подъехал мой поезд. Столпятся люди, потому что все хотят сидеть без пары. Тут все в этих парных сидениях. И все всегда идут вдоль вагона, чтобы успеть занять себе место. Опа, успели. Всегда обычно я сижу и просто молюсь, чтобы место рядом со мной никто не звонил, и я ехала одна. Видите, важная деталь. Мы привыкли, что мы покупаем билетик и выбрасываем его. Так вот, тут, если случайно его выкинуть, то можно не выйти на другой стороне, потому что нам нужно будет его так же всунуть, и иначе нам придется платить снова. Я ненавижу эту погоду. Шла все время под дождем, а сейчас вышло солнышко. И так всегда. Я уже приехала. Вот моя общага. Спасибо, что были сегодня со мной. Это мой первый такой опыт в ведении блога, так сказать. Ну, я очень рада, что я это сделала. Очень рада, если вы досмотрели до конца. В комментариях можете писать все вопросы, которые вас интересуют, все идеи для видео, которые еще хотите, чтобы я сняла. Пока! С вами была Надя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok